Я от всего сердца приветствую вас. Очень рад, что вы сегодня снова смотрите нашу программу. «Почему Бог такое допускает?» Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Этот вопрос очень часто задают люди, оказавшиеся в беде. Пастор Кристиан Вегерт в своей проповеди расскажет нам о некоторых случаях, в которых Бог так делает. Кроме того, вы узнаете о том, что мы часто сами несознательно думаем о бедах и страданиях и о том, где мы можем в тяжелые времена найти силы и мужество. Вам интересно? Тогда оставайтесь с нами. Давайте сейчас снова встанем. Сейчас мы прочитаем стихи с 3 по 10, 28 главы «Деяний святых апостолов». Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда Ехидна, а выйдя от жара, повисла на руке его. И на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, «Верно, этот человек-убийца, когда его, спрашиваясь от моря, суд Божий не оставляет жить, но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. «Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его после сего события и прочее на острове. имевшие болезни, приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили всем нужным». Можете садиться. Павел и остальные, потерпевшие кораблекрушение, так или иначе, были выброшены на берег острова Мелит. Все еще шел дождь, об этом сказано во втором стихе, «А еще там было очень холодно». Мы можем себе представить, как чувствовали себя эти люди. Они промокли насквозь. Они только что спаслись от неминуемой смерти. И вот они оказались на этом острове и были, как сообщает нам Лука, на удивление, очень дружелюбно приняты местными жителями. Конечно, такое радушие было характерно для жителей этого острова. К ним часто приезжали туристы и привозили с собой деньги. Но эти люди ничего не могли им дать. Но они отнеслись к ним, на удивление, очень дружелюбно. В деяниях сказано, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Что же сделал Павел? Он сделал то, что должен был сделать Божий слуга. Он стал им помогать. Он не просто стал сидеть и ждать, что для него разожгут огонь другие. Вместо этого он стал ходить и искать хворост, то есть всякие палки, чтобы можно было поддерживать огонь. И пока он искал эти палки, он случайно подобрал вместе с ними змею. Возможно, она находилась в анабиозе от холода. Итак, он взял кучу хвороста и пошел к костру, и от тепла змея пробудилась и вцепилась в его руку. Все пришли в ужас. Местные жители знали, что это нехорошо. Это была ядовитая змея. Также, как дегустатор пробовал вино прежде, чем его пил царь, а другие смотрели на часы и ждали, что с ним будет, так и жители острова смотрели и ждали. Когда же Павел падет замертво? они думали, что вскоре у него опухнет рука и он умрет. Они думали, что все так и будет. Этот человек пережил ужасную бурю, но Бог справедливый и так этого не оставит. Этот человек должно быть убийцем и сейчас он получит наказание, которое он заслужил. Иначе говоря, если с кем-то снова случается что-то плохое, то на то есть своя причина. И причина эта связана с тем, с кем снова случается что-то плохое. И богиня справедливости, которой они поклонялись, следила за тем, чтобы такой человек получил по заслугам такие взгляды были распространены не только в те времена. Я боюсь, что и сегодня многие думают похожим образом, когда вы видите, что с кем-то произошла беда, или кто-то находится в тяжелой ситуации, мы тут же начинаем думать, почему же так случилось, что этот человек переживает такие тяготы, или же так может произойти с вами, и вы будете спрашивать об этом себя, ну что же такого я натворил, что со мной так произошло, отчего все это пришло в мою жизнь, мы часто задаем себе вопрос, почему бог допускает такое, жители острова Мелита решили, что Павел в чем-то провинился, и бог справедливости хотел преподать ему рог, часто так бывает и с нами, когда мы попадаем в трудные ситуации, мы считаем, что это произошло по нашей вине, были ли двухнедельная буря, в которую попал Павел, а теперь и у Кузьми доказательством того, что бог гневался на апостолом, или же бог просто хотел преподать Павлу урок, было ли двухлетнее заключение в Кесарии знаком того, что Павел сбился с пути, как это было с Ионой, когда он решил пойти своим путем, но бог это пресек, когда происходит что-то плохое, мы спрашиваем себя, почему, и в этой истории у жителей острова уже был ответ на такой вопрос, я хочу сказать вам, что мы должны быть очень осторожными и не делать поспешных выводов, когда кто-то или мы сами попадаем в беду или в какую-нибудь сложную ситуацию. Библия дает нам множество ответов на вопрос, почему и христианам приходится страдать. Один из этих ответов звучит так, потому что мы живем в падшем мире. Страдание это опыт, который бывает у каждого, кто живет в падшем мире. Как сказано в книге Иова, так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдании, или еще можно перевести на несчастье. В этом падшем мире мы рождаемся как искры, чтобы устремляться вверх. Это касается и христиан, и мы спрашиваем себя, почему с нами случилась эта беда? Это касается и христиан, и всех остальных людей. Мы с вами живем в грешном мире. Тварь стенает и с нетерпением ожидает своего искупления. Грех проник во все сферы нашей жизни, и поскольку мы не от мира, но все же в этом мире бедствия, катастрофы, бури, насилия и болезни поражают нас. Христиане, как и нехристиане, страдают от бушующих штормов и укусов змей. Почему же так? Один из ответов на этот вопрос звучит так, потому что мы живем в падшем мире. Как-то один пастор пришел в гости к одному из своих прихожан. Когда он вошел к нему, он обнаружил, что вся гостиная была заставлена книгами о здоровье, о здоровом питании, о витаминах. Причем этими книгами была заставлена не только гостиная, по его словам, они были там, повсюду. Тот пастор рассказал потом, что этих книг гостиной было так много, что он едва нашел себе там место, чтобы присесть. Человеку, к которому он пришел в гости, было уже глубоко за 80. Разумеется, с возрастом у него начались проблемы со здоровьем. Он не ощущал себя уже таким здоровым, каким он был в 40. он не ощущал себя таким здоровым, каким он был в 60, и даже таким, каким он был в 70 лет. И вот к нему в дом пришел этот пастор, и тогда этот пожилой брат спросил его, пастор, что в моей жизни не так, что я чувствую себя все хуже и хуже. И тогда пастор объяснил ему, что с возрастом наше тело слабеет. Он сказал ему, дорогой брат, так происходит не из-за того, что ты вел слишком бурную жизнь или много грешил. Нет, это естественный ход вещей. Мы живем в падшем мире. Болезни и страдания поражают и христиан. И это естественно. А в Библии также сказано, что страдания могут прийти к ним, чтобы они что-то исправили в своей жизни. С человеческой точки зрения у нас бывают негативные переживания. Или с нами случаются неудачи, потому что нам нужно что-то исправить в нашей жизни. Многие страдания и ограничения уже предостерегли многих людей от пути греха и помогли им сохранить пропуск на небеса. Когда мы на ложном пути, Бог иногда позволяет тяготам иметь место в нашей жизни. И вот что пишет об этом автор послания к евреям. не забывайте об утешении, которое предлагает вам как сынам сын мой, не пренебрегай наказания Господня. И не унывай, когда он обличает себя, ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И дальше он продолжает. Если Бог наказывает вас, то он делает это только потому, что поступает с вами, как со своими сыновьями. Обычно отцы поправляют своих сыновей не для того, чтобы им навредить, а для того, чтобы им помочь. Итак, страдания бывают и в жизни христиан. Может быть так, что Бог позволяет им произойти, чтобы наставить нас на путь истинный. Разумеется, страдания не становятся для нас менее болезненными, когда исходят от нашего небесного Отца. Но знание того, что Бог, возможно, желает нас чему-то научить, спасает нас от ошибочного убеждения, что мы жертвы какого-то тирана, который действует только по своей собственной прихоти. Библия говорит нам «Нет, Бог обращается с вами, как со своими сыновьями». А какого сына не воспитывает отец? Такое воспитательное исправление и есть действие Божьей любви. Библия дает нам и другие причины на то, почему в жизни христиан бывают страдания. Страдания в нашей жизни могут быть для того, чтобы мы обрели определенную зрелость. Библия говорит, что страдания помогают нам достичь зрелости в своей вере, чтобы мы уподобились Христу. Бог посылает нам всякие неблагоприятные обстоятельства, чтобы преобразить нас, и делает Он это, опять же, не для того, чтобы нам навредить, а для того, чтобы сделать нас такими, какими хочет видеть нас Он. Мы должны уподобиться Христу, чтобы обрести зрелость. И вот, что сказано в послании к римлянам. «И несим только, но хвалимся и скорбями». Знаю, что от скорби? происходит терпение, а от терпения происходит опытность, а от опытности происходит надежда. Бывает, что наша вера ослабевает. Это подобно тому, когда нам ставят брекеты. Обычно брекеты ставят подросткам. Я тоже когда-то их носил. когда врач в первый раз устанавливает вам во рту эту чудовищную конструкцию, это довольно болезненная процедура. И эта боль длится довольно долго, потому что при этом напрягаются все ваши зубы. Но для чего это нужно? Затем, чтобы впоследствии у нас была прекрасная улыбка. В большинстве случаев это удается, но в моем не получилось. Все мы знаем, что такое лечебная физкультура после операции, когда вам, например, приходится прилагать нагрузку на ногу. Тогда вам приходится, преодолевая боль, стараться сделать так, чтобы ваши мускулы окрепли. Часто у нас текут слезы, но цель такого лечения созидательная и укрепляющая, чтобы мы пришли к зрелости. В Библии говорится о таких страданиях, которые прославляют Иисусом. Вы помните эпизод со слепым от рождения человеком, когда ученики спросили Иисуса, почему этот человек слепой? Это он согрешил или его родителям? И что же им ответил Иисус? Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. А это означает, что Иисус вне всякого сомнения считал болезнь этого человека страдания. Он сказал, этот человек вынужден был с рождения быть слепым, чтобы наступил этот момент. Я исцелил его, чтобы показать всем Божьи деяния. Я говорю на эту тему очень деликатно, потому что понимаю, что среди сидящих в этом зале много тех, кто страдает от чего-то подобного. Вы наверняка уже задавали себе вопрос, почему так со мною произошло. Возможно, это послание Иисуса? Возможно. Тем самым Бог хотел показать свою славу, чтобы его имя стало еще могущественнее. То есть, тем самым, он хочет вам сказать, что он никогда не покинет вас. Он никогда не бросит вас. Он будет с вами благодаря этому. А еще страдание может войти в вашу жизнь, потому что вы должны научиться верить. Просто чтобы мы научились верить. Это одно из основных правил христианской жизни. Нужно просто уповать на Бога. Боже, я не знаю, почему так. Все мы знаем историю Иова и помним вступление в его книги, где сатана и Бог заключают договор. Иов, разумеется, об этом не знал. До самого конца ему ничего не рассказали. Он мог только уповать на Бога. Он мог только верить. Боже, я не знаю, почему так. И Бог не обязан вам рассказывать о своих путях. Это мы обязаны научиться уповать на Бога. Ибо все обетования Божии в Нем да и в Нем аминь. Во славу Божию через нас. Давайте сейчас подумаем, почему Павел провел в заключении два года и при этом собирал хворост. Неужели для него не нашлось занятия получше? Почему же это так? Разве он не сделал нечто выдающееся? Наверняка и вы задавались таким вопросом, но Божьи пути не такие, как наши. мои мысли не ваши мысли не ваши пути пути мои. Так говорит Господь. Но как небо выше земли, так и мысли мои выше мыслей ваших и пути мои выше путей ваших. Поймите же это, если вы страдаете. И в конце своей проповеди я хочу ответить на вопрос, что же было в случае с Павлом? Давайте снова обратимся к деяниям. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление. Или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и стали говорить, что он бог. Мы знаем об этом. Сначала Павла называли убийцей, а потом внезапно богом. На том острове жил человек по имени Публий. Он был главным на острове. У него там были поместья, и он был начальником острова. Он принял у себя людей с разбившегося корабля на три дня. Это был просто необычайный жест гостеприимства. В те дни, мы помним эти слова из истории о рождении Иисуса, в те дни вышло от кесаря августа повеление. Это пишет нам Лука. И далее. В те дни это не просто какой-то речевой оборот. У этих слов есть свое значение. Имя Лука хотел не просто нам сказать, что при этом случайно выяснилось, что отец Публия был болен. Нет, тут мы видим Божьи деяния. Как и при рождении Иисуса, Бог всегда вершит свои деяния. В те дни выяснилось, что отец Публия был болен. Только посмотрите, что собирался сделать для отца Публия Бог. И это Бог, который вершит мировую историю. Он специально сотворил это кораблекрушение, чтобы Павла отвезти к постели больного, и чтобы он поговорил с ним об Иисусе Христе, помолился за Него и исцелил Его. Когда мы говорим, что Бог уделяет большое внимание деталям, это истинная правда. Даже здесь, и разумеется, мы спрашиваем себя, а зачем вы вообще нужны страдания? Одним из ответов может быть, потому что Бог подготовил для нас нечто, что мы не можем предчувствовать и видеть. Мы должны снова и снова обращаться к этому вопросу. Ничто в вашей жизни, я о себе тоже скажу, ничто в моей жизни не происходит просто так. Все происходящее с нами контролирует Бог, у которого есть определенное предназначение для вашей жизни, и который осуществляет свои планы через вашу жизнь. Павел не пал духом. Только подумайте, с ним произошла такая куча всяких происшествий, что он не пал духом, а стал собирать хворост, а потом его еще и змея укусила. И жители острова смотрели на него и ждали, когда же он умрет. Но когда этого не случилось, они решили, что Павел был Богом, и отвели его к Публию, а тот разместил его и всех, кто был с ним на корабле в своих поместях. Отец Публия был болен. Павел оказался в том месте и в то время, которое для него запланировал Бог. В этой истории мы видим, что Бог он вершит свои деяния. Это касается и вас также, так что дерзайте. Начните уповать на Бога. Скажите так, Господи, хотя пока, я еще не все понимаю, но однажды я все постигну. Если не на земле, то на небесах, а там будет гораздо лучше, чем здесь на земле. И завершу я свою проповедь тем, что разберу, чем же все закончилось. Это очень сильные слова. И оказывали. Здесь речь о жителях острова. И оказывали нам много почести, и при отъезде снабдили нужным. Только подумайте, несчастные люди, потерпевшие кораблекрушение, выбрались на берег, и там их одарили всем необходимым для того, чтобы они могли продолжить свой путь, да еще и оказали много почести. Вот это поворот. Основатель внутри китайской миссии Хадсон Тейлор однажды сказал слова, которые всегда утешают мое сердце. Итак, вот что он сказал. Я перевел эти слова с английского, и надеюсь, что правильно передал весь заложенный в них смысл. «Тот, кто помогает Богу, как того хочет Бог, никогда не будет ни в чем нуждаться, ибо Бог даст ему все необходимое». Разве это не прекрасно? Сильные слова. «Тот, кто помогает Богу, как того хочет Бог, никогда не будет ни в чем нуждаться, ибо Бог даст ему все необходимое». Слава Господу! Потерпевшие кораблекрушение смогли уплыть с того острова на корабле. Получи все необходимое, да еще и почести от жителей острова. Жизнь не кончается, если произошло что-то плохое. После бури всегда снова выходит солнце. Бог дает нам все необходимое, и это касается тех, кто служит Ему. И вы лично, и вся церковь должны помогать Богу, как того хочет сам Бог. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры создавал DimaTorzok